Всем салют, я Юрий Окунев и сегодня мы поговорим о том, как сохранить видео в Sony Vegas. Этот вопрос на самом деле на первый взгляд кажется тривиальным, но для начинающих он действительно может оказаться некоторой проблемой. Дело в том, что нажав стандартное сочетание клавиш Ctrl-S, мы получаем сейв, но сохранение не видеофайла, а самого проекта. Другими словами, мы получаем лишь набор файлов рабочих, но никак не итоговое видео. Естественно, что чтобы его получить, нам нужно сделать что-то другое. Для этого используется так называемый рендер. Вот, закладочка Render S. В русском варианте я не знаю, как будет оно правильно. Может быть рендер так и есть. Уточните в комментариях, если я не прав. Но вот он идет после сейв-блок. Вот, Render S. Закладка, в которой мы выбираем настройки сохраняемого видео. Сейчас я вам покажу два варианта. Для тех, кто все еще сидит на старой версии до 11, вот, например, 10. В ней рендер выглядит как обычное окошко сохранения. Разве что отличия настройки были вот здесь. Можно было выбрать тип файла в выпадающем меню Save as Type. Тут разнообразные форматы, начиная от музыкальных аудио. АА3, айф, флаг, mp3.org. И теми же достаточно известными видеофайлами mp4, mpeg, avi, vmv и прочее прочее. У каждого из них, естественно, есть свои нюансы. Используемые кодеки, контейнеры. Но, по сути своей, можно выбрать какой-то формат. Это будет нашим контейнером, нашей внешней оболочкой. И выбрать template, шаблон. Есть какие-то стандартные, дефолтные шаблоны. Но, по факту, очень часто приходится их менять. Вот это мы нажимаем кнопочку Custom. И вот здесь уже вручную настраиваем. Видеоформат. Разрешение. Можно, конечно, выбрать Custom и поменять вручную. Профиль тоже как это обрабатывается. Кодирование. И количество кадров. Я по привычке ставлю 25, хотя где-то нет возможности выбрать 25. Надо выбирать 30 или 24. То есть меньше 24, лучше... Или 23, 976 ставить не надо, потому что будет дергаться видео. Вот. Когда field order выбирать, всегда выбирайте progressive. То есть вот эти вот... Это старые форматы, когда у нас по полкадра компилируются. Здесь же все-таки мы работаем в цифровом формате, поэтому выбирайте progressive scan и не парьтесь. Аспект ratio это соотношение пикселей. В старом пикселе он будет квадратный или вытянутый. И bitrate это количество данных в секунду информации. Аудиозакладка. Здесь мы настраиваем аудио форматы. Сжатие. Bitrate. System это тот контейнер, в который мы загружаем. И project это в какие настройки проекта используются. Я рекомендую при, возможно, каких-то черновых вариантах использовать draft. Или хотя бы preview. А уже при финальном копировании использовать best и только. Ну а здесь это выглядит так. В новых версиях, начиная с 11 и до 13 в том числе, мы заходим в render. И внешний вид этого окна немножко отличается. И он является более удобным, на мой взгляд, более наглядным. Особенно для тех, кто менее комфортно чувствует себя в каких-то новых условиях. Тут список темплейтов представлен в виде вот такого списочка, в каждом из которых, в каждом из форматов, в которых предложены какие-то варианты. Я вот использую main concept формат с модифицированным интернет HD. Просто стандартный интернет HD 720p, он был вот этот вот, по-моему, он был 30 кадров в секунду. То есть можно изменить, нажав кнопочку Customize Template. Вот, здесь он 29,970. Я говорю, я не очень люблю это. Это личное чисто предпочтение. Я поменял на 25 кадров и сохранил как отдельный темплейт. Как видите, можно выбирать другие, смотреть, какие у них настройки. Видите, 640 на 480. Здесь это Blu-ray, вот, например, в зависимости от экрана. А вот тут, например, есть 60i. Это о чем речь? О том, что как бы идет 29-30 кадров в секунду, но в Field Order у нас и вот эта вот штука, не Progressive Scan. Это означает, что у нас, по сути своей, в каждом отдельном кадре компилируется только половинка экрана, верхняя или нижняя. И если двигать по экрану, мы будем видеть, как верхняя и нижняя меняются. Из-за этого нужно, как бы, скорость кадров в два раза больше. Но, по сути своей, можно точно так же зайти, поднастроить каждый из форматов, посмотреть, что нам больше нравится. Кто-то предпочитает выбирать формат QuickTime. Чтобы он работал, нужно выбирать... Ну, точнее, нужно установить у себя QuickTime Player хотя бы, потому что без него не будет этот работать формат. Ну и дальше там уже зависит от того, что вы хотите получить. Какие-то форматы позволяют получить приемлемое качество, небольшой размер. Какие-то будут такие, так называемые, uncompressed или малое сжатие. Например, когда будет очень большой объем, но очень четкая картинка. MP4 считается форматом для YouTube, поэтому я использую именно его. Но, как бы, подробнее, может быть, я расскажу в одном из следующих выпусков. О том, какие форматы выбирать. Надеюсь, что вы поняли, что сохранить видео нужно достаточно просто. Нажимаем File, Render S и выбираем какой-то из форматов. Еще один нюанс, что не все форматы потянет, возможно, ваш компьютер, потому что некоторые требуют высоких вычислительных мощностей. Помню, что на старой машине мне вообще приходилось вручную тратить очень много времени. Я выбирал формат, делал Render, нажимал вот эту кнопочку. Он 2-3 часа мне делал видео, потом говорил, что, извините, произошла ошибка и выкидывал меня. И таким образом я подбирал нужный мне формат. Возможно, вам придется использовать такой же метод, но стабильно можете выбирать либо Main Concept MP4, какой-то формат, подходящий под ваше видео, либо формат QuickTime. Зачастую они более-менее работают. На этом все. Спасибо, что послушали этот видеоурок. Подписываемся. Смотрим другие видео из этого цикла о Sony Vegas. Возможно, вас заинтересует новая программа HitFilm 2 Ultimate. Если же вы предпочитаете работать с кино не только на программном уровне, то можете посмотреть выпуски MovieStroya. Удачи всем и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok